А потом мне скинешь в Телеграме где-нибудь, там можно было скачать. Все, привет! Привет! Ну давай рассказывай, как ты вообще докатился до такой жизни. Я вообще очень рада, что ты вообще прям запустил свой проект, увидела его. Но идея создания проекта возникла сразу же, когда только я стал собирать большую команду. Когда команда появилась, соответственно, я первый вопрос задал, да? Это риски. То есть я видел в разных проектах есть определенного рода минусы. Ну то есть это минусы в маркетинге, это минусы в админах, это минусы, например, в недологосрочности проекта. Ну и у меня первый вопрос. Куда мне вести команду, да? То есть команда в 20 тысяч человек. Соответственно, я вижу проблемы, к примеру, какие происходят и происходили в Global Matrix. И было принято решение просто-напросто взять маркетинг за основу Global Matrix, переделать его так, как мне удобно, потому что я как сетевик знаю, как удобно, допустим, кураторам использовать данный маркетинг, который мы предоставляем, ну, партнерскую программу. Мы просто переделали его. Мы ничего нового, мы не придумывали, я конкретно. У меня просто была идея создать площадку, где моя команда, все, кто к ней привлекаются, могут спокойно, безопасно работать. Ну, а по маркетингу мы опередили немножко время и создали условия, чтобы все были довольны их активщикам, да? То есть у нас есть там бонусы специальные кураторские, которые куратор получает при закрытии матрицы, что нет в Global Matrix, к примеру. Хотя эта компания мне очень нравится. В Global я достаточно хорошо продвинулся, закрыл VIP. То есть у меня команда там хорошо поработала, но, к сожалению, не могу сейчас сказать о дальнейших кланах Global, так как они просто не выходят на связь, да? Вот, и после этого, соответственно, все эти события, опять же, складывались таким образом, что я сделал лучше, чтобы все сделал правильно. Потому что все, что сейчас происходит, наводит меня на мысль, что именно вот Infinity вовремя появляется, потому что люди сейчас переживают по поводу Global, переживают за тех людей, которых привели они туда, особенно эти пассивщики, да? Есть у нас у всех пассивщики, которые просто заводят деньги и ждут определенное количество времени по алгоритму, якобы получить там определенные суммы. Такое есть. Но в Global нет мотивации для таких людей. Нет мотивации, точнее, для тебя, как куратор, что ты таких людей закрывал. Ну, сколько ты получаешь рефералку, например, закрывая восьмую матрицу, у тебя партнер, ты получаешь пять тысяч рублей. Ну, это, как бы, человек получает сотню, да, закрывая матрицу, а ты пять тысяч рублей. Я считаю, это вообще, ну, как бы, никакая не мотивация. А вот когда куратор будет получать пятьдесят тысяч рублей, пускай даже партнер получит меньше, то тогда уже у куратора будет мотивация тебя двигать, ставить за тебя людей, и ему будет не жалко, потому что он, по факту, получает половину твоей стоимости. Но еще в Global я увидел изъян – это нагрузка на сеть. Нагрузка именно на первую матрицу. Ну, будем честными, да, очень много клонов, особенно с VIP, и с восьмой матрицы там летят в первую. Создает сильную большую концентрацию на сеть именно первой матрицы. Я решил эту проблему с маркетологом таким образом. Я писал техническое задание, чтобы разгрузить все матрицы и дать возможность кулонам попадать в разные матрицы. Для этого мне пришлось разделить матрицы на три уровня. Это Amper, Emerald и Ruby. Они все раздельные, то есть они автоматически никак не прокупаются. Ты зашла в определенную матрицу на четыреста рублей, прошла, отсыпала до двухсот тысяч, там у тебя закольцовка. Все. Если тебе нравится работать именно в этом режиме, да, вот до двухсот тысяч, там у тебя там армия уже сетевиков, которые работают в этой матрице, у тебя будет нормально приходить этот ход, но он будет кусочками маленькими, но постоянно. Вот. Соответственно, мы не принуждаем людей переходить в следующую матрицу. Вот это самый главный момент. Что в глобале, к примеру, и в других матрицах, в других тоже. Переход автоматический. Хочешь ты того или нет, у тебя деньги списываются, ты переходишь в следующую матрицу. Ну, ты их даже и не видишь как-то. Мне этот момент не понравился. А если мне нужны деньги, то есть мне не выйти, пока я до конца все не пройду. Я только могу собирать бонусы. И все. И было принято решение разделить все матрицы. Это снизит нагрузку на сеть. Это, во-первых, даст волю людям самим выбирать, да, куда им вставать, на какие суммы и когда. Это самое главное. Ну, и у нас это получилось сделать. В принципе, в 23 числа мы выкатим уже обновленную версию. У нас были определенные технические моменты, где мы переносили старт. Ну, потому что не бывает все идеально. Ты начинаешь работать, видишь, что вот здесь надо поправить, здесь надо поправить. И мое кредо, по которому я иду и учу идти по такому креду команду, это честно вести бизнес, открыто и уверенно. Вот все. Я ничего не скрываю, если есть какие-то изъяны, ошибки, я захожу в эфир, говорю об этом и делюсь командой, провожу Zoom с лидерами, мы решаем, как дальше будет. Вот. Для меня это самое главное, что в глобале, опять же, не достает. Хотя против них я ничего не имею, но меня настораживает тот факт, что просто на самом деле многие моменты умалчиваются, либо как-то интерпретируются в таком формате, что мы вообще тут все такие дурачки и ничего не понимаем. Вот. Вот так бизнес я вести не хочу. Поэтому я считаю, ну, как бы глобал дал мне хороший старт для того, чтобы идею, для того, чтобы осуществить тот проект, который сейчас у нас уже стартует. Вот и все. Если какие-то вопросы есть по маркетингу, можешь спрашивать. У нас в планах очень много разных штук будет. Я хотел повысить процент вовлеченности, и для этого мы создавали еще и бонусные матрицы, заметила по маркетингу. Вот бонусные, по факту, вот ты меня пригласила, там, дошла на 100 рублей, ты меня пригласила, 100 рублей, тебе уже вернулись. Следующего человека ты пригласила, ты попадаешь в эту же матрицу, только на реинвест. То есть перехода тоже нет автоматического в эти матрицы. Ты сама их покупаешь, один раз можно купить только одну бонусную матрицу, все больше нельзя. Все, у тебя попадаешь за кольцовку, и ты помогаешь своим партнерам. То есть по факту, я хотел сделать так, чтобы вот чего все люди хотят. Ты заходишь на сайт, например, Global или там другого проекта, все начинают сидеть и обновлять. Я постоянно смотрю, все сидят и обновляют, ждут, когда им деньги капнут. Знаешь, кто-то заходит, и это как бы как в казино, наверное, как вот на автоматах они играют, вот им это нравится. И я хотел сделать так, чтобы каждый раз, но по чуть-чуть людям приходила деньга. Ну, то есть там, человек сразу начинает пиарить, да, пиарить эту компанию, пиарить себя, и у него получается. Потому что даже 500 рублей, которые он заработал быстро, для него это такой стимул научиться продавать, потому что продавать он не умеет, но ему хочется, и он идет на эмоциях. А наша задача, вот знаешь, что людей надо научить просто писать сторис, выкладывать правильно посты, соответственно, позиционировать себя в сеть уверенно, грамотно. А результат у него уже будет посредством нашего инструмента. Вот и все. Супер. Мне все нравится, мне прямо так. Ух! И энергии я твоей заряжаю, что ли? Смотрю твои эфиры, кстати, поделись, как ты так можешь собирать по 16-20 тысяч просмотров. Я раньше никогда не вел прямые эфиры, потому что... Кстати, я тебе об этом сказала. Почему ты не видел эфиры? А я сказал тебе, я тебе тогда отвечал, что, ну, не вижу смысла просто так выходить в сеть, и я всегда выхожу с прямым эфиром, если есть что рассказать. Обычно я провожу какие-то сборы, зумы, вебинары и так далее. То есть они либо закрыты, либо для своей команды, обучения. Но я не смог смириться с тем, что, ну, я всегда думал, что вот ораторское искусство, типа там мотиваторы какие-то, да, коучи, это надо учиться, этому нет. Этому учиться не надо, это если у тебя есть, если ты умеешь мотивировать людей, то этим надо пользоваться. И я этим пользуюсь, потому что это приносит людям, может быть, кому-то радость, кому-то возможность и так далее. Потому что зачастую люди, особенно лидеры, которые находятся в состоянии депрессии, они ждут пинка. Ну, по факту, они ждут пинка, чтобы за них пришли, решили. Им надоело уже что-то решать самим. То есть они не знают, куда пойти, они боятся сделать первый шаг, потому что еще раз боятся подвести команду. И вот появляюсь я, рассказываю о возможностях, и, соответственно, они видят во мне лидера, и самое главное, это признать то, что тебе не стыдно идти за человеком, может быть, которого ты плохо знаешь, но ты чувствуешь, что за ним идти можно. Так вот, если этот человек изучает честность, то это чувствуется искренностью. Вот, собственно, в это кредо я, скажем так, и упаковал все эти качества. И пытаюсь научить этими качествами людей пользоваться, ну, как бы открыто. Для этого я марафон создавал, который у меня есть только сто дней. В этом марафоне не цель сама заработает миллион, ты и так его заработаешь, если ты будешь делать определенные действия. Цель марафона раскрыть тебя как сетевика, потому что сетевики, в основном, они чего боятся делать? Идти на контакт, создавать автоворонки, все умеют делать, но лишь бы вот не общаться с человеком. Вот человек говорит, давай в Zoom, он, а что мне сейчас ему предложить, я не знаю, даже подойти познакомиться ты не можешь предложить бизнес. А какой, в каком миллионе может идти речь, если ты не научился восстанавливать первый контакт. Для тебя это как будто пришелец какой-то человек. Ой, высадились. Вот, поэтому я учу людей раскрываться, раскрепощаться именно в сетевом бизнесе, потому что дальше они смогут вести такие марафоны, вести за собой команды и полностью пользоваться соцсетями как инструментом для рекламы, бесплатной причем рекламы. До сих пор некоторые платят сумасшедшие суммы за рекламу, где-то непонятно, на радио. Зачем радио, если есть контакт, да, если есть соцсети. Вот. Я не исключаю этого варианта, что автоворонки и трафик людей, которые идут с автоматических систем, вот этих роботов, это хорошо, но в сетевом бизнесе я все-таки придерживаюсь олдскульных методов. Все равно придется общаться с человеком. Это бизнес отношений. Да, да, да. А все остальные рифоводы, либо еще что-то. Ну, рифоводы это уже как ругательство. Для меня это люди, которые ищут легкие очень пути. На легких путях очень много конкурентов. Ищите самый сложный путь. На нем меньше всего всегда будет конкурентов. Но зато эти люди, которые, к примеру, вот я делал перенос компаний, да, перенос старта, возмущаются все, кто начал. Все, которые, люди, которых я не знаю, то есть не из моей команды. Потому что они переживали, они хотели быстро заработать. Вся моя команда спокойно ждала старта, и я вообще не парился. Ну, то есть 20 тысяч человек сказали, Илья, ну, надо перенести, значит, перенесем. Переживают всегда те, кто нестабильно строит свою команду, которые не уверены за свою команду. Потому что те могут сразу переметнуться в какой-нибудь апельсин. Ни одно название этой компании не внушает доверие. Что за апельсин? Вот. И, соответственно, я учу людей, даже тех же реповодов, все-таки быть сетевиками. Потому что CTO – это бизнес отношений. Научишься строить с людьми отношения. Не важно, какая ситуация. Если ты будешь честен с людьми, они за тобой всегда пойдут. Ну, тебе самому будет не стыдно хотя бы. Идет пару слов про твой опыт. Расскажи, где ты, как вообще... Слушай, ну, в сетевом бизнесе я начал свою карьеру в Скирби. Скирби – это пылесосы. Ты, наверное, слышала такие? Может, я не слышала? Я слышала. Ко мне даже приходили такие люди с пылесосами. Они показывали мастер-классы и предлагали за 100 тысяч купить. Да, за 150. Так вот, эти пылесосы я продавал где-то по 20-25 пылесосов в месяц. Дима Трубалко, ты его знаешь, да? Дима Трубалко он прописал. Да, да-да-да, знаю. Это мой директор по пылесосам Кирби, он меня учил продавать. Ничего себе. Вот, этот человек, который перевел меня в Кирби, то есть, ну, я устроился к нему на работу, и он обучил меня первым продажам, а дальше я уже сам. Вот, Кирби для меня это была такая школа суровая, ну, где я провел тысячу демонстраций, открыл три своих офиса, довольно-таки успешно работал. Это в 20 лет зарабатывал, там, по 300-400 тысяч в месяц, ну, довольно-таки неплохой результат был. Вот, после этого я ушел в линейный бизнес и совершил большую ошибку, но я считаю, это все равно опыт. Открыл картинг-центр, потерял полтора миллиона рублей, пошел в армию. В армию я пошел служить 15, на 5 лет попался 15, мне все нравилось, все круто, но там потолок развития, и все, вот 100 тысяч ты получаешь, и тебя никто не слушает, ты должен выполнять то-то, то-то, то-то. Ну, то есть, мой творческий потенциал никак не раскрывался, амбиции было много, а возможностей нет. После этого принял решение просто увольняться и выходить там, где мне было комфортно, а было комфортно работать в сетевом. Но только сеть уже немножко изменилась, и все ушло в интернет, поэтому мне пришлось постигать именно азы интернета, и попал в такую компанию, нашумевшую альфа-кэш. Там я собрал структуру порядка 50 тысяч людей, 4 миллиона долларов был оборот, но, к сожалению, я тогда познал еще и горечь хайпа, что такое хайп и что такое скам. Хотя свято верил, что такого быть не может, и это не со мной, это произойдет с кем угодно, но не со мной, нет, это происходит именно с тобой, и в тот момент, когда ты это уже спрашиваешь, это уже происходит. Вот, там я потерял команду, сейчас я вспоминаю эту слуху, но то время было на самом деле очень сложно, я потерял команду, ради меня работал примерно в год, были всякие там тяжбы, не тяжбы, может портить. Вот, после этого я принял решение, что больше в инвестиционные проекты не пойдут, то есть там, где на проценте люди сидят. Мне хотелось именно работать там, где ты поработал и получил. То есть вот это в сетевом, это самое важное. И я уважал тех людей, которые именно работой своей получают вознаграждение, а не просто сидят, закинул тысячу долларов, сижу-жду. И причем сидишь, идешь, зная, что проект может в любой момент засканиться, просыпаешься сюда, о, 20 долларов пришло, чуть не посидел там. Ура! Так работает, да. То есть мне этот вариант не устраивал. А вот тогда я стал, вот Дима, кстати, мне трубалка рассказал про Global Matrix, я к матрицам относился скетически, стал изучать, в принципе, маркетинг и понимал, что в матрицах фишка в том, что, во-первых, там нет процентов, здесь поработал, заработал, забрал деньги. Единственное, нужно понимать, чтобы админ был качественный, хороший. Потому что матриц много, и есть и крутые матрицы, есть и с крутым маркетингом, есть и дизайн классный, но в сетевом все-таки люди идут на людей. Неважно, какая компания. Понимаешь, можно сделать сайт настолько сырую, но если человек честный, у него будет самая большая команда на этом сайте, на этой компании. Вот, и поэтому я пошел в Global по одной простой причине. Я посмотрел, простудировал историю админов, это Оля Нечаевой, что, в принципе, меня она симпатизировала как админ, но по итогу, видите, что получается, что многие открещиваются сейчас, проблемы появляются, и я на этом всем решил, что нужно создавать что-то свое, потому что по-другому, ну, как лидер я обязан предоставить, скажем так, рабочий инструмент своей команде, себе и своей команде. Это прямая обязанность лидера, проверить его самому и предоставить. Но, так как я уже съел собаку на тех инструментах, которые предлагают извне, я решил сделать свой. Пускай он будет не идеальный, пускай он будет в доработках, там что-то, ну, я буду честно всегда позиционировать, что он свой, не скрывая этого, и при этом все будут спокойно зарабатывать. Я же не говорю, что мы будем работать вечно. Я планирую отработать два года. Как пойдет, посмотрим, но при этом любые проблемы, которые будут текать, я буду их поднимать, и мы будем решать их вместе. Потому что админ обычно пытается что-то скрыть, так как он скрывает свой доход, там, или еще что-то. У меня в матрице, как у админа, есть просто три технических аккаунта, еще семь админских аккаунтов, которые на обеспечение всей матрицы идут, ну, знаешь, над структурой ставятся, и все. То есть я такой же, как и любой сетевик, просто зашел в самый первый. Ну, и, соответственно, курирую весь проект, плачу зарплату программистам и так далее. То есть я этого и не скрываю. У меня нет какого-то дохода, там, извиня, как в инвестиционке. Знаешь, у админа все деньги лежат на кошельке, и он в любой момент захотел и решил, что все, хватит. Хватит 40%. Здесь такого нет. Здесь деньги распределяются по сети, плюс я посмотрел, что народ хочет. Народ хочет внутренних переводов, народ хочет простоты, удобства на сайте. Вот чем проще сайт, чем проще регистрация, чем проще завод и вывод денег, тем лучше. Лимиты, я считаю, вообще неприемлемы. Вот, допустим, у многих, добавим лимиты. В смысле лимиты? То есть по заработку лимитов нет, а по выводу есть. То есть как быстро деньги завести, так это за здрасте. А как вывести свои заработанные деньги, это уже не здрасте. То есть вот в этот момент я тоже не понимаю. И я разрабатывал всегда маркетинг и саму матрицу таким образом и политику строил, чтобы человек мог заработанные деньги вывести сразу. В принципе, мы будем демонстрировать 23 числа. Заработал, выводи на платежную систему либо продавай внутрянку, как тебе нравится. В будущем мы тоже, кстати, сделаем биржу внутрянки только для того, чтобы была белая бухгалтерия, чтобы мы видели, кто кому сколько чего подает. Ну вот угло была, ошибка опять же, они ее сделали поздно. Они сначала накормили всех завтраками, они сначала делали тех работы по неделям, ну там образно, говорю, да, в общей сумме. А потом сказали, смотрите, биржа внутрянка. Так всем уже просто деньги хотелось свои вывести, какая биржа внутрянка. Ну, в общем, такие пироги. А планов у нас громадье. У меня в планах и долларовую матрицу на базе Infinity, также криптовалютную потом. И плюс еще много нововведений, которые будут радовать нас к Новому году. Я хочу и сложный процент на остаток чешевикам сделать через валюту. Но опять же, это я буду уже разговаривать на вебинарах, рассказывать свою дорожную карту, как мы видим в развитии компании. Потому что людям всегда нужно развиваться, вкладывать, зарабатывать. Ты заработала по всем матрицам, допустим, миллион. Естественно, ты забрала там себе 1600-1700 и захочешь еще 300 где-то реализовать. Это всегда, это нормально. Это всегда рост, как и в спорте. И поэтому моя задача предоставить такую возможность, чтобы и у лидеров была возможность расти дальше, и у новичков была возможность рекрутироваться до лидера. Все, супер. Мне все нравится прям. Я согласна с тобой полностью, что люди идут на людей. Если бы меня пригласил кто-нибудь другой, а не Ильнур, и я бы не узнала, что ты как бы админ, я бы не пошла. Ну, мы с Ильнуром тоже долго беседовали, он в Глобале со мной начал сотрудничать. Потом он там в свою компанию немножечко ушел, Ильнур помнит, что мы беседовали. Вот. Ну, я не парю людей. Человек каждый выбирает сам, идея ему работать. Все компании хороши, везде можно лямо зарабатывать, если работать. Вот. Вопрос на постом, да. Вопрос на постом, твое ли это. Вот если ты чувствуешь, что твое, иди и никого не слушай. Если не чувствуешь, тогда не ври себе и мне тоже. Да, я тоже абсолютно в этом согласна, потому что я никаких бы ни была, вот если не стоит на какой-то проект, то ты его не можешь скачать. Если стоит, то ты уйдешь и прямые трансляции, и посты, и все идеи уже... Да, хочется кричать об этом. Ну, это как выгодно. Знаешь, когда ты кричишь об этом, можно и гитарь играть, а если нет, то тебя не заставят, и ты ничего не придумаешь. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Если есть вопросы, девочки, мальчики, Нур, Залия, задавайте, и на этой позитивной ноте, так скажем, можем... Давайте, давайте. Если есть вопросы, можете сейчас задавать, либо потом уже вопросы задавайте в личку, либо через Айкуль, либо уже там. Я всегда на связи. Привет. Привет. Вопросов-то нет никаких, только слова благодарности за мотивацию. Да. Спасибо вам за доверие. Да, структура каждый день все увеличивается, увеличивается, очень круто. Идет все, вот, слова благодарности.